Добрый вечер! 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 Я вот, готовясь к матчу, посмотрел всяческие интервью, почитал, что о нем пишут, исключительно в положительных тонах отзываются об этом югославском специалисте, ну, из бывшей Югославии. Я должен вам сказать, он блестяще говорит по-итальянски, то есть я вот послушал предматчевую пресс-конференцию Петковича, он говорит, конечно, с очень сильным славянским акцентом, ну, типа, the table, правда, на итальянский лад. Но он говорит абсолютно правильно, грамматически, употребляющий сложные грамматические формы, то есть проблемы взаимопонимания с игроками у него совершенно точно нет, потому что он владеет языком блестяще. И вообще, он очень нравится журналистам, с ним интересно, его интересно слушать. Петкович обещал сегодня попытаться прибавить после 60-й минуты, заставить на поле к этому времени набегаться и после 60-й прибавить еще и дожать соперника во втором тайме, если это все дело получится. Ну, посмотрим, пока игра начинается, в центре поля Берами, бывший игрок Лацио, который в Лацио чаще использовался в качестве крайнего игрока, на фланге в Наполе Мацарь ему нашел позицию в центре поля. Грубо от Ирнамеса получил по ногам Энлер, мяча там и близко не было, непонятно, зачем так действовал бразилец. Это у Кампаньеру аргентинский защитник Наполе. Там был вопрос по поводу того, в каком составе выйдет защита Наполе, но в результате газета Делу Спорт состав обороны угадала. Единственное, что вот Дзуниго слева играют, а не до сена, как предполагали мои итальянские коллеги. Почему-то несколько раз нам акцентированно показывают Кампаньеру, но ничего такого о нем перед матчем написано не было. Такого, что стоило бы мне вам рассказать. И первый удар по воротам, Морган Десантис на месте. Конку пробил из-за предела штрафной площади. Состав у Ла Цо изменился довольно существенно по сравнению с прошлым годом. Ну, естественно, приход нового тренера влечет за собой появление новых футболистов. Один из игроков из чемпионата Швейцарии вместе с Петковичем перебрался в Ла Цо. Изменения существенные есть. И тем удивительнее, что Ла Цо сыгранный такой футбол и взаимодействие хорошее в линиях демонстрирует уже на старте сезона. Хотя, казалось бы, новый тренер вообще к ним очень скептически относились в Италии. И кто-то такой из Швейцарии приехал к тому же из Балканского полуострова специалист, что он может, собственно, дать нового Ла Цо. А нет, начало сезона очень позитивное. И еще раз повторяю, отзывы самые-самые лестные. Вот то, что мне, по крайней мере, удалось почитать, посмотреть, хвалят Петковича. И, в общем, пока он симпатии завоевывает. Как только мы будем познакомить, вот, надеюсь, это буквально сейчас и произойдет. Сегодня интересных матчей много. Но я вам не буду говорить, как проходят параллельные встречи, потому что мы большинство из них транслируем на многочисленных каналах НТВ+. Это я зрители Спортплюса обращаю внимание. Если у вас НТВ+, то вот имейте в виду, что почти все матчи-туры сейчас у нас идут на разных каналах в прямом эфире. Но я вам не буду говорить, как играют параллельно. Подача 1-0. 1-0. Дэй Сантис мчится к судье, показывая, что рукой забит гол. Поскольку крупный план, судя по всему, отменили взятие ворот. Побежат пять судей в Италии. Напомню вам, если кто-то что-то не помнит. И поэтому тут есть с кем посоветоваться. Начинается заварушка. В динамике эпизода было непонятно, как именно был забит гол руками или какой-то другой частью тела. И нападают все на судью, который находился за воротами. По-моему, засчитан гол. На табло пока 0-0. Давайте смотреть. Подача. Ну-ка. Да, рука там чья-то была. Безусловно. Только не Дэ Сантиса точно. У Дэ Сантиса перчатки. А вот чья это была рука неаполитанца или римлянина? Ну-ка. Смотрим. Непонятно. Непонятно. Да, ну рукой забил. Рукой забил Клоза. Смотрим. Опачки, красавчик. Не засчитывать. Всем успокоиться. 0-0. Продолжаем играть. Желтая карточка Клоза. Я даже не вижу, что происходит на поле. Но если судья засчитал гол, то ему, конечно, надо принять какие-то средства срочно, которые помогают исцелить зрение. Нет, нет. Все успокоились. Не надо. Ну, товарищи, покажите общий план-то в конце концов. Ну, чтобы мы понимали. Это неаполитанцы. Они радуются. Но не засчитан гол, конечно. Рука была. Пять судей. Первый чемпионат в мире. Который, национальный чемпионат, который перешел на работу. Да, гол не засчитан. 0-0. Рука была совершенно очевидна. Есть желтую карточку Клоза. Обязательно показать, потому что это было умышленное совершенно действие со стороны немецкого нападающего. Пять судей. И я так понимаю, что главный судья матча сейчас прибег к консультации, к помощи человека, который стоял за воротами. И, видимо, он подсказал судье, потому что, видите, мы с вами не с первого повтора разобрались, кто именно там сыграл рукой и сыграл ли. Так что вот такой любопытный момент. Судья за воротами помог главному принять решение и отменить взятие ворот. 0-0. Игра продолжается, но Лацо активнее начал эту встречу и уже забил гол, правда, из положения вне игры. Судья Банти работает в поле, но помогает ему, тот, которого нам показывали, это судья просто в лицо. Знаю, Дамато это судья, серьезный судья, он часто работает в качестве главного. Так что здесь ему можно вполне доверять. Мацари видел с лавки, вернее, ну, из технической зоны, что игра рукой была. У меня в таких случаях удивляет, вот честно вам скажу, я понимаю, что надо с определенной долей цинизма ко всему относиться, и рука Бога, и все это мы виделись, и помним. Но когда человек нарушает правила так, что, ну, бесстыдно нарушает правила так, как это сделал Клозе, иметь после этого наглость бежать к судье и что-то ему доказывать и усугублять вранье, по-моему, это, ну, абсолютно противоречит вот спортивному поведению. Так что Клозе некрасиво поступил, но желтую карточку получил Каванда, а не он. Клозе почему-то судья не наказал. Итак, составы у меня готовы для того, чтобы их огласить. Десантис в воротах Наполи, 14-й номер Кампаньяру, 28-й Канавару, 55-й Гамберини, 11-й Маджо, 88-й Энлер, 85-й Берами. Удар по воротам и лоцок, хорошо начинается игра, активно. Это приятно. Дзунига, 18-й, Гамшик, 17-й, Пандев, 19-й, Кавани, 7-й. Лавеси, как вы помните, покинул Наполи, но, в общем, покидал Наполи давно, все никак не мог покинуть. Но, наконец, по-моему, к облегчению обеих сторон с аргентинцем и расстались. Сильнейший, пожалуй, состав сегодня у Наполи. Пожалуй, что сильнейший. Ну, Дземейли остался в запасе. Это такая небольшая ротация, вполне понятно. Ароника, вот кому дали отдохнуть. Ароника это игрок основного состава. Гамберини сегодня играет вместо него. На месте левого центрального защитника, как вы помните, Наполи одна из первых команд в Италии, которая стала играть 3-5-2. Три года назад сейчас по этой схеме играют больше половины команд итальянского чемпионата. Три центральных. Кампаняро, Канаваро, Гамберини или Ароника. И два инсайда. Как правило, это Маджо справа и слева какой-нибудь левоногий человек. Типа до сцены или как сегодня на Дзуниго. Хотя он не левша, ярко выраженный. Странно, что Берами не используется в этой позиции. А Берами играет самого настоящего центрального полузащитника. Но мы будем считать, что это определенная находка Мацари. Лацо, Маркетти в воротах, Конко, 29-й, Сиани, 2-й, Диас, 3-й, Каванда, 39-й, Кондрево, 87-й, Ирнанес, 88-й, Ледезмо, 24-й, Маури, 6-й, Лулич, 19-й, Клозе, 11-й. Здорово играет Пандев, обыгрывает соперника прострельная передача. Хороший футбол, а на первых-то минутах вполне увлекательная игра. Момент справа, момент слева, без пауз в игре. Отбор мяча, тут же в контратаку переходит Лацо. Лацо явно приехал не в ничью играть. Это совершенно четко видно по настрою команды. Сегодня еще играют Кьеву, Интер, Милан, Кальери, Рома, Самдори, Катания, Таланта, Торино, Удинезе, Дженова, Парма, Пескара, Палермо. Матч закончился 1-0, Пескара выиграла. Ну и Ферентино, Ювентус довольно-таки унылый 0-0. Вчера были зафиксированы. Ювентус сыграл свой 48-й матч без поражений. И до рекорда Милана Фабио Капелло, который был установлен в период в 90-е годы, осталось 10 матчей, 58 матчей без поражений. Таков рекорд. Ну, 10 матчей это много. Всякое может произойти. Тем более, что Ювентус играет сейчас в Лиге Чемпионов. И будет, конечно, определенная усталость. Вот сейчас надо забивать Гамшик. Какой сделал неудачный пас. Гамшик тонкий, интеллектуальный футболист. Не сумел справиться с мячом и покатить его Маджу на такой скорости, чтобы Маджу было удобно по этому мячу либо пробить, либо сделать прострельную передачу. Положение вне игры судья здесь не зафиксировал. Не хочу сказать, что оно было. С судьей Банти и некоторыми его помощниками мы уже познакомились. Ну, Мацари, Петкович тоже все понятно. Итак, еще раз вам напомню. 13 очков у Ювентуса после пяти сыгранных матчей. Наполе в случае победы может догнать Ювентусу. Наполе 10 очков. У Лацио 9, у Самдори 9. После четырех проведенных матчей Ферентино, сыграв в ничью на пятой позиции, 8 очков. Дальше Рома 7, Интер, Дженова по 6, по 5 Аталанта Катани. Нет, может, так вот до середины таблицы дошли. Как всегда, в Италии эта таблица очень и очень плотная. И середина таблицы простирается с третьего по, можно сказать, где-то там 11, 12, 13 места. Образовалось и дно. Совсем пока плохи дела у Сьены. Хотя она добилась победы над Интером. Но у Сьены было минус 6 очков штрафом. Поэтому Сьене плоховато пока что. Пескара одержала победу, наконец. Выбралась одна таблица. То есть внизу на дне тоже очень интересно. Хороший ровный чемпионат. И здесь предугадывать победители крайне сложно. Вот, казалось бы, Наполе хозяин поля. Команды, в общем, примерно равные по классу. Даже Наполе, наверное, должен считаться фаворитом. Все-таки это команда, участник Лиги чемпионов прошлогодней. Команда с устоявшимся сыгранным составом. В Лацо новый тренер, ряд новых футболистов. И, тем не менее, Лацо, смотрите, приезжает на такой сложный выезд. И думает о победе, судя по настрою команды. Судя по тому, в какой футбол Лацо играет с первых минут матча. Новый Лацо, безусловно, более атакующий, более яркий по сравнению с тем, что было у другого специалиста балканского происхождения, Дерея, который работал с командой в прошлом сезоне. Более прагматичный Лацо показывал футбол. Но я думаю, вот такой футбол, в который стремится играть Петкович, может быть, чуть более такой бесшабашный, открытый. Болельщикам должен нравиться больше. Хотя у Лацо пока все надежно в обороне. Всего лишь два пропущенных мяча. Разница мячей плюс пять. Молодцы, все в порядке у них в этом плане. Ну, и Ирнани с Клоза забивают шесть мячей на двоих. Они среди лидеров в гонке бомбардиров. 0-0 счет. Подача штрафной Наполи. Борьба за мяч, который возвращается к 11-метровой отметке. Цзунига его прессингуют. Подача. Неплохой вот этот 29-й номер. Я Лацо немного видел, честно говоря, в этом сезоне. Поэтому сейчас с удовольствием с этой командой поближе познакомлюсь. Конко из... Как раз, по-моему, он из Янбойса перешел, если я не путаю. Очень приличный игрок, который усилил на правом фланге игру Лацо. Для меня был очень странный переход Лихштайнера. Нет, Конкопер из Дженова. Перебрался в Лацо, но еще в позапрошлом сезоне. Так что даже его и новичком не стоит называть. Но обосновался как-то. Вот он в качестве одного из лидеров после того, как Лихштайнер покинул команду. Довольно странный, еще раз повторю, для меня был переход. Лихштайнер, который сейчас игрок основы Ювентуса. Вот почему-то Лацо решил с ним расстаться. Но Конко, игрок вполне качественный и футбол демонстрирует швырами. Кандрева, попутешествующий по разным клубам, бьет поворотом. Побольше времени Лацо проводит на чужой половине поля. Кандрева-то бил сейчас весьма и весьма неплохо. Так приложился к мячу. Увесисто игрок, у которого был шанс закрепиться в Ювентусе. Но свой шанс он так по большому счету не использовал. Маджо, прострельная передача не проходит. Прерывает Диас и Маркетти выходит, забирает мяч. Пока получается так, что Наполи скорее играет вторым номером и контратакует. Лацо владеет преимуществом территории и мячом. Покатил здорово сейчас между двух. Гамшик, исправившись за ошибку в предыдущем эпизоде, когда он тому же Маджо сделал передачу неудачной. Поболтался Кандрева по пармам Чезенам всяческим. Ну вот перешел в Лацо в конце прошлого, в середине прошлого сезона. И стал регулярно выходить в основном составе. Вот он как раз сейчас лежит на газоне. Не останавливает игра, не останавливается судьей. Продолжается матч. Дзунега на левом фланге обыгрывает, не стал обыгрывать. Покатил мяч в штрафную. Гамшик Ледезмо успел вернуться в оборону. Один из моих любимых центральных полузащитников. Кристиан Ледезмо, переставший считаться легионером, оформил итальянское гражданство за выслугу лет. Наконец получил полноценное итальянское гражданство. Давно уже здесь живет и играет. Так что легионеров в Италии тоже считают. Но в качестве людей в заявке и людей, покупаемых за один сезон, нельзя больше одного человека из стран не ЕС приобретать клубом серии А. Поэтому вопрос с двумя паспортами весьма-весьма актуален. Маджи играет в стенку. Успевает выставить ногу бельгиец. Новичок Лацо. Ну, он бельгиец по паспорту. А с детства живет в Италии. Кованда выступал в различных итальянских клубах на юношеском уровне. Ну, вот сейчас стал игроком основного состава Лацо. Может что-то у римлян получиться. Подача немножко суетятся и не разбираются в обороне хозяева и ударят угловой. Опасность воротом Десантеса не миновал. Гол уже один с углового пришел. Правда, забито не по правилам. Подача на ближний угол. Ковани отработал в защите. Кандрева возвращает мяч в район 11 метров. Десантес высоко выпрыгивает и забирает мяч, не позволяя Клозе к этому мячу подобраться. История с Джибрилом Сесе, как и все его предыдущие истории, оказалась не совсем удачной. А вот Клозе пришелся ко двору. Результативно провел и прошлый сезон. Результативно играет в этом сезоне. Естественно, все спрашивают Петковича, а есть ли альтернатива Клозе. А что, если он вдруг получит травму. И не стоит ли подумать о покупке еще одного неплохого нападающего. Ну, качественного игрока, который мог бы подменять Клозе. На что Петкович сказал, что вообще о трансферном окне речь вообще не идет. И ни о каких трансферах. Тем более, что есть Флокари, на которого Петкович рассчитывает. И сказал, что у этого нападающего. Хороший, кстати, нападающий. И он будет в аренде. Когда играл в другом клубе, он вполне ярко себя проявлял. В парме, по-моему, это было дело. Ну, отвернулся в Лацо, сел в запас. Однако, игрок качественный. Поэтому, я думаю, что у Клоза основного игрока при схеме в одного нападающего. И не должно быть сменщиков в количестве там 10 человек. Ковани с мячом. Ковани бьет. Поворотом 1-0. Ликошет. Несчастный случай и счастливый случай для одних. И для других несчастный рикошет. Повезло Ковани. Но нападающий, который готовится к удару и берет на себя ответственность, ему и везет. Надо брать на себя. Надо бить поворотом. Эдинсон, Ковани. 1-0. Даже Фабио Капелло. Подтвердил. Ну, не, даже и он тоже подтвердил наши мысли и рассуждения о том, что Ковани, выдавая интервью в газете «Делоспорт», Ковани – это игрок экстра-класса, нападающий, который уже приближается к мировому уровню. В живот попал мяч. Защитнику Лацо оказался неудачно на пути мяча. Не сумел среагировать Сиани. И 1-0. Может быть, немножко нелогично развитие событий. При игровом преимуществе Лацо Наполи забивает гол. Ну что ж, тем интереснее смотреть, будет дальше матч, потому что сейчас нарушение правил. Надо свисточек давать. Раз так можно вести борьбу, ну, не знаю. Лулича, по-моему, с фоллом останавливали неаполитанцы. Еще раз смотрим маневр Ковани, смещение в центр. Не накрыли. Здесь, конечно, не доработали полузащитники. Удар хлестки получился. Ну, дальше действительно уж рикошет Маркетти. Уже двинулся в угол, в который летел мяч. Больно сильный удар тут, конечно. Перестроиться было уже невозможно. Итак, 1-0. Лидер Сарковани открывает счет. Лацо и так играл активно. Стоит ли ожидать еще более агрессивных действий в атаке со стороны команды Петковича? Ну и, соответственно, Наполе будет еще проще играть вот в тот футбол, который Мацари предложил Петковичу с самого начала. Немножко с оглядкой на оборону, несмотря на то, что Наполе хозяева поля. Гамшик делает передачу в сторону Ковани. Немножко неловкая передача. И мяч Ковани обработать не сумел. Не было офсайда. Сианин. Ошибся. Ковани просил передачи в другую сторону. Он уже начал маневр в центральную зону. А пас пошел правее. Клозе. Потеря мяч. Бирами. Гаммирини. Длинная передача вперед в сторону Ковани. Ковани даже и бороться за мяч не стал. Четверть тайма позади. Четверть матча полтайма позади. Гол Ковани вывел Наполи вперед. И неоплитанцы продолжают владеть мячом. Кстати говоря, вот газета «Делу Спорт», которая внимательно обсчитывает все статистические данные. 51 на 49 процент владения мячом. Это любопытно. Редко такое встречается. Такая статистика. 51 на 49 в пользу Наполи владения мячом. Но при этом 60 процентов игрового времени мяч находится на половине поля Наполи. Не правда ли? Любопытно. То есть получается, что мячом владеет команда примерно поровну. Но Лацо, стало быть, в позиционной атаке находится чаще, чем Наполи. Вот какой вывод из этих цифр следует. А Пандев выполняет стандарт. Решил не поднимать мяч. То ли это было решение, то ли мяч не поднялся. Трудно сказать. Но продолжает Лацо атаковать. Подача теперь у Пандевы получается. Но она абсолютно безадресная. Суетится защита Лацо. Отбивая мяч куда попало. Дюнига здорово обыгрывает. Еще раз. Но это может быть лишнее. Уже было. Упал. Судья даже не обращает внимания на это падение. Потому что оно произошло в метре от орбиты. Понял Дюнига, что заигрался. И решил хоть как-то вытянуть эпизод. Сохранив мяч. Понадеяться, что судья купится на его падение. Кавани. А дальше пропусти мяч. Нет, не услышал Кавани. Не увидел Маджо. Сейчас чутье. Не пришло на помощь нападающим. Указан не в порядке на Сан-Паулу. Целый кусок дерна вырвал Дюнига. Да, вот здесь надо свистеть. Вот под ножку. Штрафной желтая карточка Кунко. Вот как времена меняются. Помните, раньше говорили, что якобы... Ну, не якобы, а действительно такое было. Не знаю, как сейчас. Фанаты Тифози Лацо в основном люди традиционно такие правого толка. На европейский лад правого. И как-то вот с темнохожими футболистами в связи с этим с Лацо всегда были большие сложности. Но временем меняются, и он сколько их уже. В этом составе трое. И совершенно уже, как все, к этому привыкли. В Маркете не надо было трогать от мяча, он летел мимо ворот, но зачем-то Маркете выставил руки. И угловой. Странные действия галкипера растерялся. Маркете, которого называли по таланту в свое время, не так это было давно, в общем-то, в будущем сборной Италии. Ну, вот в будущем сборной Италии, конечно, большие-большие проблемы. Потому что кто придет на смену Буфону, абсолютно непонятно. Ну, неплохой вратарь, как мне кажется, Серегу. Ну, вот, собственно, и все. Такой звезды, какой является Буфон. Да ни в одной линии, на самом деле, нет. В том числе и в вратарской. Ну, вот это Гамшик. Сходит, штрафная площадь, не падает. Стоял на ногах, прострел. Преимущество сейчас к Наполе перешло. Как-то после гола Лацо немножко растерялся. Не поняв вообще, что произошло. Вроде бы хорошо играли, владели преимуществом, взяли и получили гол. И тут же Наполе воспользовался этой ситуацией, психологическое преимущество. И по счету сейчас у хозяев поля. Они продолжают атаковать. Гамшик. Лацо сел целиком в оборону. Все за линии мяча. Нет положения вне игры. Возвращать мяч надо в штрафную. Пандиев. Ох, как плохо. Надо было забивать эту атаку. В ворота. Мяч в завершении действий футболистов. Вот в конечной фазе. Странное решение Маджу. Мяч-то был легкий для того, чтобы опустить его вниз и сделать, ну, фактически уже голевую передачу. Берами. Очень хороший пас из центра. Ну, а Маджу сложнейшую передачу в Гланды, что называется, сунул мяч Пандиеву, которому, конечно, было очень сложно этот мяч обрабатывать. Мне кажется, Маджу должен был попробовать опустить мяч вниз. Тем более, его никто не прессинговал, не атаковал. У него было время, чтобы мяч принять. Диас. Маркетти. Клоза свое дело знает. Выиграл мяч Маори. Самый опытный Лациали в этом составе. Неслучайный капитан Кандрева. Ирнанес. Ну, это так. Даже если был рикошет, удар не сильный, поэтому проблем никаких. Ну, Де Сантеса нет. Илер. Нет нарушений правил. Не все эпизоды судья трактует. Понятным образом. Сейчас напрыгнул на игрок Алаццо. Футболист Наполи, который был в борьбе за мяч. Но судья посчитал, что поправил. Умирнанес возвращает мяч назад. Берами прессингует. И неспешно Диас отправляет в атаку Кованду. Кованда. 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 Островно пытался сыграть Кованда. Сохранил мяч молодой. Бельгийский футболист. Но на самом деле анголец по происхождению в Бельгию попал в детстве. А в Италию в 16-летнем возрасте. И его отыскал Вальтер Саботини. Тогда работавший спортивным директором Лаццо. Сейчас он на этой же должности в ромбе. И перебез его в Лаццо. Дальше. Ничего здесь страшного. Но Диасанкс изберет мяч. Кованда поиграл в арендах. Но и вот сейчас ему 21 год. Созрел для того, чтобы играть в основном составе. Все нормально. Не стоит, мне кажется, считать это недоразумением или отсутствием взаимопонимания. У Диасанкс иногда бывает. Что начинает чудить. Хотя Вальтер, безусловно, очень неплохой. И очень-очень опытный. Сильно за 30. Морган и Де Сантису. Самый взрослый участник сегодняшнего матча. Маури. Хороший отбор мяча Берами. Маджо. Передача в сторону Пандева. Тоже провершили не один десяток матчей за Аблаццо. Четверть часа до перерыва. Ну, вполне возможно, есть языковые проблемы у франкоязычных новичков. Лаццо. Возможно, все они. И Лулич. Что-то не понимают по-итальянски. Поэтому жестами. Сейчас бегко выступаю. Ковани. Ковани. Удар. 2-0. Ковани делает дубль. Не справился Маркетти. Правда, был уж очень мощный удар. Но как-то вяло ладошки подставил галкипер Лаццо. И Наполе делает широченный шаг к победе в этом матче. 2-0. При равной игре мячи пока влетают исключительно в ворота вот этого галкипера. Какая-то странная история у Лаццо происходит с вратарями. Все никак они не определятся. Кто же у них основной. Чуть ли не каждый сезон меняются галкиперы. Хотя до этого были вполне, как мне кажется, неплохие ребята. И что они за это в Маркетти уцепились. Непонятно. Не было вне игры. Ошиблись при искусственном обсаде. Отличный пас из глубины. Ну и дальше Ковани исполняет. Конечно, вратарь должен отвечать за этот гол. Угол был достаточно острый. Просто пробил руки в Маркете Ковани фактически. 2-0. Ковани. Угол при litterмах из глубины. Повниз. 4 предыдущих матча 4 предыдущих матча 4 предыдущих матча а тем временем но настоящие фанаты фанаты фиксирует на своем теле 20 мая это победа в кубке италии над ювентусом в прошлом году в этом году собственно единственное поражение ювентуса за последние годы уже нужно сказать все это матч в чемпионате 48 подача штрафную справляется по навару маури пытается потолкаться с маджи который вернулся в игре все с ним в порядке ну что ж непростая задача стоит теперь перед римской команды Игра вроде получалась. Может быть, моментов не так много Лацио создал. Но действовал достаточно агрессивно. Ну и, похоже, тактически Мацари Петкович переигрывает. Не ожидал, наверное, никто, что Наполе вот так осторожно начнет матч. Ну, может быть, Петкович не ожидал. А Наполе под руководством Мацари периодически вот так играл в важных матчах. Несмотря на то, что домашний стадион. И, казалось бы, иди вперед, забивай. Еще одна атаковация через левый фронт. Команда возвращает, значит, назад. Лидезма, подача. И угловой. Но шансик есть у Лацио. 10 минут до перерыва. Надо попытаться выжать максимум из этого стандарта. Подача. После выяснение отношений. Ну, а сейчас не так дурно, как после гола за руками. Рукой. Поехали. Присаживаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. 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 другие подсчеты, потому что это был финал Кубка, то есть внутри итальянской соревнования. Ну да ладно, в общем, бог с ней с этой статистикой, кто ей интересуется, наверняка имеет какие-то более точные выгодки, но в любом случае ювенция до рекорда в Милан еще достаточно далеко. Ну а команды, которые играют, они в меньшей степени думают о рекордах, если думают о них вообще. Их задача двигаться вперед по турнирной таблице и обозначать свои планы на этот сезон и подтверждать их игрой и результатом. Я говорил в начале репортажа, что в Италии вообще не ведется разговор о конкурентах Ювентуса на данный момент, потому что всем очевидно, с такой длиннющей скамейкой, с таким составом, даже если Конт запретят на стадионе появляться в принципе там в комментаторской кабине, вложили где бы то не было еще, Ювентус однозначно главный фаворит чемпионата и не видно пока вот по стабильности, по потенциалу, кто бы мог всерьез на длинной дистанции бросить Ювентусу вызов. В отдельно взятом матче, конечно, может и Наполи, и Лацио, там и Рома, и кто угодно. Многие команды пободаться, побороться. Но на длинной дистанции, объективно, соперников на данный момент у Ювентуса нет, поэтому, конечно, все в руках туринцев, и они, по идее, должны второй год подряд выигрываться куда-то без особых проблем. По крайней мере, старт чемпионата доказал. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы интрига в борьбе за чемпионство была, а не только в борьбе за выживание, за места в галаккубках и какие-то такие локальные интересы, типа куда скатится Милан или окажется ли Интер за пределами первой десятки надолго, такие вот вещи. Насколько Ферентино сможет долго держаться вверху. А все-таки квинтэссенция любого соревнования турнирного – это борьба за чемпионство, а не за какие-то другие места и позиции. И вот в этом смысле лидерство Ювентуса не только по очкам, а по вообще всем прочим составляющим, оно немножко обедняет. Интрига в сериал. Ну и Ювентус уж точно в этом не виноват. Посмотрим, что будет дальше с тем же Наполе. Пока вот по таблице, если сегодняшний матч у меня британцы доберутся победы, в сериале будет два лидера после пяти туров. Ну, конечно, сыгранно еще очень мало, чтобы делать далеко идущий вывод относительно Наполе, который, как вы помните, в прошлом году попал в чудовищную яму, проиграв несколько матчей подряд. Удивительно, что у Долурица хватило терпения. И в отличие от других своих итальянских коллег, которые не церемонятся, он выгонять Моцели не стал и дал ему шанс. Ну, за что Моцели, можно сказать, отплатил победой в Кубке Италии. Судя по наколке, на теле болельщика это не мелочь. Отнюдь, хотя интерес кубка Италии в стране, ну, такой, прохладный, более чем. Вернемся на Сан-Паулу. Команда Петковича проигрывает. 0-2, при том, что играл неплохо, но, может быть, я ошибся с тактикой сербский наставник. Слишком уж смело. Ну, и Ковани свой класс подтвердил. Два момента, два гола. А у Лацо есть проблемы с вратарем. Нельзя сказать, что виноват. Ну, первый мяч, там рикошет, но второй, конечно, мог бы его выручить. Поувереннее сыграть, понадежнее. Федерико Маркетти. Пару минут до перерыва. 2-0. Наполе очень комфортно по счету ведет в этом матче. Имеет возможность за счет замену в втором тайме выкрепить середину поля. Может быть, защиту. И еще более, так сказать, ярко выраженно играть вторым номером, удерживая преимущество. Ковани. Здорово. Гамши Ковани. Тот же пас в первой линии атаки. Пандев, которого прессингует Дес. Пандев укрывает технично и грамотно мяч корпусом. Продолжается атака. Гамши возвращает мяч. Тот. Там Маджо выскочил. Пробил поворот. Алаццо не так давно выигрывал на этом стадионе. Так что никаких тут серий нет. И нельзя говорить о том, что там неудачный стадион. Для Алаццо сложный выезд. Ну, любой выезд сложный. Кстати, для Алаццо это даже такой выезд вполне себе подходящий. Потому что Алаццо здесь регулярно играл удачно. В восьмом году в ничью в Кубке. В восьмом же в ничью в чемпионате. В девятом выиграли. В позапрошлом году сыграли результативный прыгер. В прошлом году весной 4-3 Наполе выиграл. Ну, а в прошлом сезоне матч закончился здесь в ничью 0-0. Так что, в общем, ничего такого особенного для Алаццо Наполе не представляет. Судя по вот этой статистике. Но и сегодня в первом тайме в целом Алаццо не проиграл на ноль год. Странно, что судя не видел здесь нарушение правил. Ты считал, что по своей инициативе упал Дзюнига. А это Маури в чужой штрафной площади. Очень важная атака Алаццо. Если удастся забить долго в раздевалку, второй тайм будет совершенно другим. Посмотрим. Ирнани спас налево. Ледезма. Маури. Не его игра головой. И мяч уходит за пределы поля. Тем более, что... Да не было там положения в дни игры. По отмашке... Нет, дал, дал. Судя отмашка, все ясно. Удар от ворот. И, судя по всему, уже ничего в этом тайме не изменится. Да, Лаццо неплохо стартовал. Но надо заметить, что Лаццо пока... Собственно, это первая серьезная игра Петковича. Потому что, ну, Полерну сейчас на вылет вообще стоит после всех там... Ой-ой-ой-ой. Зачем же игрока, не владеющего мячом, так атаковать? Чистая желтая карточка, а то могла быть и красная. Ирнани, который что-то странно себя ведет. Вместо того, что в футбол играть грубит. Да, Дашелацию обыграл Полерму, обыграл Кьеву. Но ничего такого особенного. Но затем проиграл в последнем туре, например, Джену. Да, в домашнем матче. Так что пока с комплиментами относительно игры Лаццо, наверное, стоит подождать. Вот первая по-настоящему серьезная проверка команды Петковича. И тайм крайне неудачно по счету сыгран. Хотя, если бы Лаццо забил первым, понятно, что фактор гола в таких встречах играет колоссальную роль. Но пока 2-0 в пользу Наполи. И посмотрим, как Петкович управляет игрой, когда противостоит действительно соперник очень высокого класса. Перерыв. Посмотрим, сумеет ли спасти эту игру Лаццо. Мне кажется, шансов практически нет. И я полагаю так, что проиграл тактически этот тайм предыдущий Петкович своему итальянскому коллеге. Неплохо смотрелся Лаццо против Дженова. Но Дженова это команда из середины таблицы. Дженова, которая не является командой претендентом на высокие места. И поражение вот этой команды должно было заставить задуматься наставника Лаццо относительно вообще правильным путем идет команда. Потому что предыдущие победы три подряд, они, в общем-то, были одержаны слишком слабыми соперниками, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Ну, как-то уж больно смело Лаццо сыграл. Мы вначале сказали, что это здорово, раз команда вот так смело играет на выезде и стремится к победе. Но результата нет с такой игрой 0-2. Мастерство нападающих Лаццо оказалось выше. Ну и, на мой взгляд, конечно, Смаркетти это просто ошибка. Вратарь самый слабый, на мой вкус, из тех, кто играл в Лаццо за последние несколько лет. На Десанке защищает ворота Наполи. Гамберини 55-й, Канавар 28-й, Компаньеру 14-й, Берами 85-й, Маджо 11-й, Цзунега 18-й, Идлер 88-й, Гамшек 17-й, Пандев 19-й, автор дубля Эдинсон Кавани. Номер 7, Вальтер Мацари, главный тренер Наполи. Наполи, Лаццо, Маркетти в воротах, Сианин 2-й, Конко 29-й, Диас 3-й, Каванда 39-й, защита, Маури 6-й, Ледезмо 24-й, Ирнанос 8-й, Кандрево 87-й, Лулич 19-й, полузащита, Клозе 11-й номер нападающего, забил рукой, желтую карточку не получил. Совершенно очевидную и стопроцентную. Но там вообще с этим эпизодом возникла какая-то странная коллизия. Повтор с той точки, с которой судья смотрел этот эпизод, не оставляет вообще никаких сомнений в том, что был бы забит рукой. Но тем не менее возникли какие-то споры, и Клозе начал доказывать, что он сыграл по правилам, хотя, по-моему, вопросов никаких быть не должно было. Арбитр сегодняшнего матча в поле. Баньте не без помощи. Своего помощника, находящегося за воротами, разобрался в эпизоде и гол отменил. А не отменил бы, это была бы другая игра. Я с вами абсолютно согласен. Фактор гола из Джена уже было то же самое. Если бы забил Лацио, хотя бы один момент свой реализовал, тоже было бы другое дело. Менее увлекательным обещает быть второй тайм, потому что Лацио сразу же взял мяч, как и в первом тайме. А Наполи сел в оборону и будет сбивать темп. Клуб, полагаю, не будет стремиться этот темп наращивать, спешить куда-то там вперед, нестись, бежать, биться. За то, чтобы увеличить свое преимущество. Оба клуба выступают в Лиге Европы. Наполи начал с уверенной победой 4-0 над Аиком шведским. И на следующей неделе предстоит матч с PSVN. Выходные сложно вывезти в Гену против Самдори. Так что график очень такой приличный. Потом у Наполи домашняя игра против Удинезе. И после перерыва, связанного с матчами сборных, сразу же выезд в Турин. Это неудобно, потому что, ну, сами понимаете, что потеря игроков, разъезжающихся в сборную. Ну, Ювентус, ой-ой-ой, сейчас, конечно, влепил в лицо Кампаньеро, не прав. Было, судья спит у нас на поле. Сейчас можно было удалять. Аргентинцы за грубейшую игру. Там мяча близко не было, удар в лицо. В общем, судья зима, конечно. Ну, Кампаньеро вообще агрессивные такие замашки. Не случайно он все время с капой играет в борту, как будто готовится все время к боксерскому поединку. Это удар в руки Десантеса. А вот что касается графика Наполи, все завершается ближайшая жизнь матчем с Ювентусом. У Лацио два домашних матча, неинтересных, с Асьеной и с Морибором заснуть. Можно потом выезд в Пескару, ловить рыбку. Ну и развлечение дальше, после перерыва на сборной, дома Смела. Плацу в атаке, подача. Мяч летит в ворота. Десантес фиксирует мяч. И кричит на кого-то с заворотами. Кто, видимо, из корреспондентов кто-то что-то крикнул, не тот. Или запасный, что ли? Не обратили на это внимание режиссеры. Ковани с мячом делает передачу вперед, сохраняет Ковани мяч. Пас вперед. Сильнее покатить мяч Пандеву не удалось. А вот здесь Гамшик пробить сложно. Острый угол. Мяч штрафной. И Лацио. Ох, Лацио в защите играет. Пенальти. Я бы дал. У нас завтра большое событие. Роберто Розетти придет к нам в гости на НТВ+. На не просто встречу, а он проведет семена для комментаторов НТВ+. Я надеюсь, что мы после этого чуть лучше будем разбираться в правилах. И я думаю, что, может быть, мы пару эпизодов из этого матча ему тоже покажем. Так сказать, свежачка. Чтобы он оценил... Ну, не оценил, прокомментировал работу своих коллег, своих соотечественников. Я бы хотел посмотреть еще раз эпизод с борьбой в штрафной площади Лацио. В динамике эпизода мне показалось, что Диас нарушал правила. Почему-то там не показывают этот момент. Но поскольку идет достаточно активная здесь игра. Лернанец его хватает за майку. Так вообще настроена команда, что очень легкой поножорщиной может все это дело закончиться. Пока на грани фола они играют. И судебный, кажется, не очень контролирует обстановку подачи. А до Квоза мяч не долетел. Клоозе. Мудрился. Очень сложный мяч. Обработать Коновару играет просто в отбой. Давая небольшую паузу, а только Квозу агрессивно насел. Ну-ка, смотрим. Ну, вообще-то, конечно, руками-то прихватил Кована. Защитник. Преграждаемый путь к мячу. И к воротам не поправил. Ну, не дав пенальти, судья сохранил хоть какую-то интригу в матче. Теоретически два отыграть можно. Но для этого нужно создавать момент. И вот здесь как раз мы возвращаемся к вопросу, которому задаются в Италии. Хватит ли одного Клоза для того, чтобы решать эти задачи? Да, Флокари, конечно, безусловно, может выйти на поле в любой момент. Да, есть Козак, который довольно плотно сидит в запасе. Есть Сарате, который тоже плотно сидит в запасе. И он вернулся из аренды, из Интера. И пока особым таким доверием тренера не пользуется. Хотя вот на предматчевой пресс-конференции об этом Петковиче спрашивали. Он сказал, что не разочарован в этом игроке. Вне игры, Панди, вне игры. Был вне защиты. Пока всего лишь один матч в сезоне. Сарате сыграл за Лацио. Так что пока только Клоза ударная сила. То есть здесь, конечно, тренер пока вот свою линию гнет определенную. И если в стартовых трех матчах со слабыми соперниками приносило результат, то вот как только пошли посерьезнее соперники. А Дженова команда хорошая. Очень даже хорошая. Сыгранная, интересная команда. Пусть и без больших задач проиграли. И вот здесь, наткнувшись на команду еще более серьезную, Лацио испытывает большие игровые проблемы. По настрою вопросов нет. Да, здорово команда начала матч, не стесняясь соперника. Но вот как-то рисунка игрового числа я не вижу. Не сказать, что в защите все прямо уж так. Четко и компактно, как было при предыдущем тренере Эдирей. Вот отсюда надо начать. Де Санктису. Маджо. Энлер. Хороший пас. Маджо. Очень легко полузащиту отыгрывает своего соперника Наполи. Петкович играет в одного опорного, что для Италии это смелое решение. Посмотрите, как играет Наполи. Например, у Наполи схема другая. У Лацио 4-1, 4-1. Так не играют в Италии. Это слишком авантюрно. Клоза не в ту сторону развернулся. Не стал Бирамид забирать мяч, вернее отдавать его Де Санктису. Де Санктис не стал мяч забирать. Возможно, опасаюсь, что будет свободный удар назначен. Но разобрались Валанды, Рамини и Вратарь. Лулич неплохо прошел по флангу. Сотечественник Петковича. Лулич. Ирнанец подает. Гражданство в Боснии в Герцеговине. Обоев. В Янгбой за ней вместе работали. Петкович и... ...полузащитник Лацио. Замена у римлян. К выходу на поле готовится. По этой части тела сложно определить, кто это именно. Лица, видно, не очень хорошо. Но не Козак. Если бы выходил Козак, мы бы определили это по... Просто длине ног. И не Сарата. Наполея спокойно контролирует ход игры. Ничего особенного у ворот Де Санкеса за эти минуты не произошло. Ну а Наполея особенно и не лезет вперед. Создавать момент у ворот Маркетти. Канавару против Кампаньяру. Против него нарушены правила. Каланда покинул поле. А, вот и Флокари. Все-таки нападающий. Но сейчас схема меняется. Ушел левый защитник. Наверное, тоже 3-5-2 будет у Лацио. Посмотрим. Это интерес. Двойная замена. Надо спасать игру. А что еще остается? Делайте бьяву, по-моему. Маури неудачно сегодня ветеран Лацио играл. Нет, это бразилицы. Не знаю его в лицо. Эдерсон. Новичок команды. Привыкаем. Игрок из Лиона. Ну, в Лионе он не играл в основном составе. В основном выходил на замену. Уже достаточно опытный игрок. 26 лет ему. Всю карьеру свою правил в чемпионате Франции. Начинал в Ницце. 4 сезона, потом в Лионе. Ничем выдающимся там не отличался. Игрок на замену. Замены сделаны. Смотрим, как меняется игровая схема Лацио. По телевизору сразу сделать это сложно. Надо, чтобы прошло некоторое количество времени. Но два нападающих в первую линию уходит. Это понятно. Ирнанес под ними. Эдерсон левее. Кандрево правее. Лидезмо получил капитанскую повязку. А Лулич просто сел на место левого защитника. Так что ничего не меняется. 4. 4-2. Вот так. Теперь играет Лацио. Не три защитника. Видимо, Петковичу эта схема неверима. Мяч у Лацио. Ледезмо. Дез. Лулич. Пока нет адреса впереди. И вот слышите акцент Петковича. Черки Лапало, он говорит. Это значит, ищи мяч. Кому надо его искать? Видимо, нападающему. Одна замена у боснийского специалиста осталась в распоряжении. Пока команда осваивается с новой расстановкой. Опасная игра была. Причем, стороны скорее Берами, чем Лидезмо. Поэтому правильно судья сделал, что не остановил игру. Гамшик. Пандев. Дает бороться. Судья положил руку на плечо. Сопернику Диэс. Но можно играть Флокари. Эдерсон Флокари. Подача. Плохая подача. Прерывает ее Кампаньеро. И ответ на поле. Гамшик. Технично оставляет мяч Энлиер. Гамшик. Вот есть простор для контратаки. Немного простора, но чуть-чуть его был. Не воспользовались. Ответ Лацо. Веселая игрушка пошла. Кандрева справа набирает конку. Ход. Кандрева. Кандрева в лес получил по ногам. Играть разрешает судья. Пожалуйста. Почти не судит он единоборство. И Гамшик уходит из буквально из-под прыжка в ноги. А вот пас на Пандева не точный. И тем более Пандев не играет. Полчаса до конца матча. Леда Эзман нарушена правила. Удар Клозе. Как же так оператор работает. Ничего себе. Подача. И еще один удар. На все раз вышло. Ну что ж. Де Санкс похоже выручил. Выручил команду. Мяч летел в угол. Да, блестящий удар Клозе. Подтащил Де Санкс. Можно играть. Это Пандев. Ну ничего страшного. И Де Санкс никак не хотел травмировать. Локтем выскочил. Ну да, вообще вот здесь был хук какой-то вообще отвесил здесь. Ну-ка вот здесь. Ну пардонтис. Это вообще-то удар в нос. Там мяча совсем не был нигде. Что суди какие-то. Может быть он боксом увлекается. Или каким-то единоборством. Откровенный удар в лицо. По-моему не тот случай, когда можно на какое-то рефлекторное движение списать эти действия. Лулич влез в штрафную. Но тут же Берами у него отобрал мяч и побежал организовывать контратаку вместе с Пандевым. Пандев через Инлера. Инлер попал под прессинг. Выбрался из-под него технично. Покатил мяч Диосу за удар в лицо товарища между ног. Хороший отбор мяча сейчас был в исполнении игроков Наполи. Пока Мацари замен не делает. Оставляет их на потом Ковани. Ну неужели нет ни игры. На хит-трик идет Эдинсон Ковани. 3-0. Хит-трик. Хит-трик Ковани. 3-0 игра сделана. Три очка у Наполи. Наполи догоняет Ювентус. Как же так сейчас Лацио провалился в защите. Ну вот вам и Петкович. 0-4. Два матча подряд. Де Лаурентис в полном восторге. Петкович что-то там объясняет. Резервному арбитру. Споры по поводу вне игры. Ну давайте смотреть. Ну мы не видим. Если это был свободный удар. Тогда да. Тогда нет вне игры. Но рука вроде арбитра не была поднята. Стартовал Ковани не со своей половины поля. Покажите нам в момент пасты где он находился. Но судья с флагом там бежит. То есть он был жив, здоров. В этот момент все видел. Вне игры не зафиксировал. И так я три Ковани. Первый в сезоне. И Ковани сразу же не забивая в стартовых матчах. Сразу же теперь уже в среде лидеров. Оказывается. Но так мы не видим. Покажите нам снимушку с другой камеры. Что здесь был рискованный такой маневр. Под подкат фактически обыгрывал Ковани соперника. Ничего нового из повторов не поняли. Но гол засчитан 3-0. Что нам напишет какой-нибудь онлайн. Там же люди все-таки со стадиона пишут. Нет, ничего не пишут. 3-0. Подача. Так, а когда Наполе с Ювентусом-то играть? Вот что любопытно. Ну, Лацио надо отдать должное. Команде не бросает играть. Удар к Андреу, лишая ворот. Очень впрочем, Наполе в последних 12 матчах потерпел всего лишь одно поражение. В 12 официальных матчах. И как вы думаете, кому Наполе этот единственный матч проиграл? Совершенно верно. Ювентусу в суперкубке. Причем в дополнительное время за счетом 2-4. В Пекине в присутствии 75 тысяч зрителей. В добавленное время Маджу забил свои ворота и Лучинич поставил точку в матче. Ну, получается так, по таблице, по игре, действительно, если кто и способен что-то противопоставить Ювентусу. Опять же, повторюсь, если не на длинной дистанции, а на уровне личного противостояния. Ну да, я же вам сказал, 20 октября сразу тур, тот вот первый тур после паузы на сборной. Наполе играет в Турине на арене Ювентус. Это будет очень любопытная игра. Времени игрового еще предостаточно. В общем, очень понятно, чем командовать заняться. В оставшиеся до конца матча 20 почти 5 минут. Ну, Латцов все-таки как-то пытается играть в футбол, стремясь забить хотя бы один мяч. Не совсем, конечно, счет отражает расклад сил на поле и содержание игры. Не отвечает тому, что на табло. Ну, Латцов опять свое не забил, а Наполе забил. Ковани лежит на газоне, держится за бедро. Ну, здесь игровой момент. Ничего страшного не должно было произойти. Овация Пандио от Сан-Паула. Пандио здорово сегодня играл, много двигался, боролся. Черного работы проделал очень. Но немало из-за этого ему попросили принести не место. Какие они все-таки жизнерадостные люди. Какой у них сейчас чудовищный кризис. Со времен, с послевоенных, наверное, времен не было такого тяжелого в стране положения. Но, тем не менее, видите, что такое футбол и что он делает с людьми. Особенно, когда любимая команда выигрывает. Все забывается на вот эти полтора часа. И еще же есть предвкушение матча и такой послевкусие. Поэтому, когда говорят, что футбол это социальное явление, в этом, безусловно, есть не просто доля истины, а в этом истины и есть. Для неаполитанцев они и в лучшие итальянские времена жили, не бог весть как. А сейчас просто действительно футбол и успехи любимого клуба. Это, может быть, чуть ли не единственное отвлечение от многочисленных проблем. Угловой подает Лаццо. Ничего не удается создать после этой подачи. Конко забежал к самому главному флагу. Пытается там обыграть двух соперников. Но, кроме нарушения правил, ничем в этом эпизоде отличиться не сумеет. А, так у Куковани было уже два забитых мяча. Он сейчас лидер среди бомбардиров. Пять у него. Добавил он к хет-трику. А, вернее, к двум мячам, которые уже были забиты еще три сегодня. Так что он Юветича обошел. Клоза имел момент. Ирнанес играет слабо сегодня. Потерялся. Но Ирнанес в своем репертуаре. Игрок очень неплохой. Но эпизодически. Игрок настроения. Причем, частенько в важных матчах настроение его покидает. И вместо того, чтобы играть в футбол, сегодня Ирнанес тратит свои силы на подкаты. Стыки ненужные. Причем за рамку на прах. Замены, которые сделал Пепкович, к усилению игры Лацио и к изменению в лучшую сторону не привели. Замена у Наполи готовится еще одна. Как раз нам Флокери и показали. Ведь режиссер тоже подумал о том же самом. Ароника, защитник, выйдет на поле. На последние 20 минут матча. Ну так, на всякий случай. Изменить что-то Лацио, кроме того, чтобы немножечко исправить счет на табло и уйти от крупного поражения. Больше нам просто невозможно сделать. Клозен. Пас Ридезми. Десантис на месте. Без проблем забирает мяч. Какой сложный мяч. Умудрился опустить Инсиньо. Красавец. Гамшик. Выход 1-1. Ой-ой-ой. Могея в маркете выручил случайно, конечно. Гамшик умудрился из-под Лидезмы пробить. Но попал прямо в вратаря. Ну а что ему было делать? Вратарь выбежал из ворот. Сократил до минимума. Расстояние от бьющего. Там, поскольку уже протыкал этот мяч и Гамшик, а не прицельно бил. Ну куда-то в сторону пробить было нереально. Инсиньо это здорово как сам. Принял мяч на фланге. Какой сложный. После этого еще хросс сделал. Великолепно сыграл Инсиньо. Компанера. Пошел, пошел, пошел. Защитник вперед сам. Ковани просит пас. Но, естественно, лево. Инсиньо. И выводит Ковани. Почти 1-1 Инсиньо. Два подряд паса с фланга. Очень грамотно. Итальянец молодой. Лоренцо Инсиньо. Воспитанник Наполи. Играл в арендах. В прошлом году очень успешно играл в серии Б. Забив там 18 мячей. Между прочим, это хороший результат. Толковый парень. Давайте за ним будем следить повнимательнее. Небольшого роста. И, судя по всему, с очень хорошей головой. С видением поля. Запомните Лоренцо Инсиньо. Воронико ждет свой выход на поле. А Наполи на чужой половине поля контролирует мяч. Дзуниган. Инсиньо получает мяч в Маркете. Пенальти не будет. Ох, какой финт Инсиньо. Брависсимо. Красавец какой вышел. Я буду теперь следить просто в каждом туре за этим игроком. Ох, как понравилось. Три действия всего лишь на поле. И три действия просто на пять. На пять, а это на пять с плюсом. Повтор нам дайте. Да ну не... Вот раньше. Потому что пенальти неинтересно. Финт какой человек исполнил. Ай, красавец. Ой, здорово. Опа. Слушайте, это повторить просто невозможно. Абсолютно. Попробуйте. Завтра в аддор выйдите и попробуйте это повторить. Или на тренировке. Сложнейший трюк. С мячом Инсиньо изобразил в штрафной площади. Ну что, покер. На покер идет Кавани. Ну и матч нам достался вдруг на ровном месте. Не попал Кавани. Покер откладывается. Но время еще есть. 15 минут. Жаль. Ну понятно, что надо было дать Кавани попробовать забить четвертый мяч. Хотя Инсиньо сам, наверное, заслужил права пробить. С 11-метровой после такого роскошного дриблинга Кавани не попал в ствол. Ароника все это наблюдал из-за предела в поле. У Лацио тоже замена. Еще один капитанок ходит. В третий раз, во второй раз повязка переходит к другому игроку. Все неплохо. У Лацио все сыграли. Лайдазмы в том числе. Когда-то хороший был игрок. В PSG играл в основном составе. Если я правильно помню, вот албанец Глорик Канан. У Лацио. Неужели он так сдал, что не проходит в основном составе? Гамберини уходит с поля. Ароника вместо него. Да и в Марселин был, я смотрю, а основным полузащитником. Почему он не играет? Ну, я думаю, что к Петковичу вопрос, безусловно, появится. Особенно если в следующем. Ну, просто ему повезло. Сейчас у него календарь очень легкий. Нету сложных матчей. А так, если бы ему сейчас попался какой-нибудь Ювентус, допустим, да, то, я думаю, что и задуматься пришлось бы руководству Лацио. Хотя руководитель Лацио человек весьма уравновешенный и спокойный. Вот это. И синий. Илья. Совершенно не виден в Флокере никак. Те замены, которые давно уже тренер произвел, Лацио не использует. Зуника потерял мяч. Клоза получает мяч из глубины. Направо дождался Кандреву. Кандрева готовит навес. Вот Флокере головой играет неплохо и на опережении тоже. Но на все раз пробить по воротам не удалось. Ответ в отцу Инсине с удовольствием вошел в игру Тарьянец. Странно. Уже устал Эдерсен на входе в штрафную площадь. Тем не менее, все-таки решил пробить. Было не самое мудрое решение. Ну что, как бы не закончились матчи другие в этом туре. После пятого тура в Италии два лидера. Ювентус и Наполи под 13 очков. Ну и, соответственно, разговоры разговорами. Скамейки скамейками. Мы сходим из таблицы и делаем совершенно очевидный вывод. На данный момент у Ювентуса пока один серьезный преследователь и конкурент. Это Наполи. Пирами и со всем скорым играть друг с другом. Пирами, кстати, справляется очень неплохо с ролью опорного полузащитника. А это Иванис в очередной раз играет неудачно. Исиния! И скорость хорошая. Ну-ка, что придумает сейчас? Немножко отпускает от себя мяч. Покатил. Разумно все делал Исиния. Чуч, может быть, посильнее надо было покатить Гамшику. Мяч. Ну и защитник молодец здесь. Сейчас разгадал маневр Исиния. И успел в подкате эту передачу прервать. Ну, что значит первый пас? Инлер бросил вперед Исиния. 10 минут до конца матча. Хорошая игра. Да, конечно, Лацо такого крупного поражения по игре не заслуживал. Но счет определяет количество реализованных моментов. Они созданы. Ну и при каких обстоятельствах ни был бы забит третий гол Кавани. Игра-то все-таки была сделана при счете 2-0. Уже неважно, был там офсайд или не был. Не с этого начался матч. Клозе. Некому снабжать нападающих сегодня у Лацо. Айрнанес в игру не попал. И приходится к Лозе самому отходить за мячом в центр поле. Канад пас налево. Эверсон. Несложный пас. Разгадал эту передачу Кампаньяру. Кавани. Диагональ, да, напрашивается Инсиния. Хорошая диагональ Инсиния. С техникой дружит. Все в порядке. Но он будет пробовать один в один обыгрывать или опять забегание. И удар под давнюю штангу. Мяч пролетает. Мимо ворот. Хороший итальянец. Растет в Наполе. Это приятно. Когда домороченный футболист проявляет себя на хорошем уровне. Аплодисменты овации Дзуньги. Или Гамшика. Или они оба. Баргас. Несколько минут до окончания матча. Наполе с мячом. Кондрява пас направо. Хорошо обыграл. Подача. И назад надо возвращаться. Конко подать он подал. А дальше-то что? Дальше надо возвращаться. Ну все, доигрывает команда матч. Мяч уже понятно всем, кто сегодня сильнее. Катет мяч наполе на своем плане поле. Коновару. Компаньару. Компаньару двинулся вперед. Сделал неточный пас. Канан. Ну так в передачу принять невозможно. Челец Варгас выйдет на поле на последние минуты матча. Начина. Неважно, что он не забил пенальти. Хит-трик он сделал. вышел лидеры в лидеры среди бомбардиров все что нужно сделать первый раз ошибся инсиния потеряв мяч к лозу уже наелся досыта ошибка потери мяча инлер недовольны тренера напали тем что они выпускают все в арбисе не найдут паузу арбитры чтобы можно было произвести замену арбасов много не решил себе обозвать этот варгас а это инсиния опять хорошо мяч обработал но он стал ошибаться что-то вышли на замену итальянских игрока сделать варгасу смешно вообще не дадут ему побегать десантис баут выберем мяч уже несколько минут стоит и ждет своего часа варгас не пускают его на поле судья ну наконец замена замена произведена кадр его подача к лозу опять выбрать мяч в воздухе но пробил лишь гаут даже при таком счете десантис подсказывать своему футболисту Он сейчас напихал левому инсайду, что нельзя подавать. Когда в нападении соперника есть такой человек, как Клоза, великолепно играющий на опережении. И выигрывающий практически все мячи головой, которые к нему летят с разных сторон. Маджом. Берами. Ну, Кана передачка-то какие из глубины раздает направо, налево, вперед. Все по делу, но Петкович считает, что надо играть в одного центрального полузащитника. По-моему, Кана еще ни одну неточную передачу не сделал, при том, что они у него все не поперек поле и назад, а вперед. Мог Ирнанес и пробить. Мог Ирнанес. вновь прекрасную скорость демонстрирует инсине догнал мяч будет штрафной пробил в ближний угол маркете не очень ловко но все-таки мяч забрал вот флокери где оказался вы выпустили голы забивать а он тут около своей штрафной ковыряется теряет мяч баргас бирами бирами назад все пошла последняя минута напали одерживает красивую победу центральный матч пятого тура итальянской серии а шестой тур не с горами уже в эти выходные который завершится завтра в матчем сена баллоне пас налево деньгам хорошо обыграл ходит штрафную маркете но зерега так обрадовался что обыграл и продрался с фланга штрафной что решил уж сам себя порадовать голым если бы ошибся вратарь на вратарь из-то ушел из ворот пропустил его а поймал красиво к андре в дуника три минуты добавил арбитр и атака ладзи ирданец эдерс лоза конечно мастер экстра класса сейчас такой мяч у абста остановил и пробил почти ведь в створ попал удивительно и без нарушений правил не было игры рукой это инсиния катит мяч вперед и свеженький варгас быстренький бежит но и очень хорошо бежит все они ворот пустые ворота ворот пустые инсиния и тени молодежь веселиться и развлекается но без конечного результата проворные ребята инсиния и варгас сейчас вдвоем беспокоили оборону лацио но до гол дел не дошло но 4 на лес был вообще перебор и так для тех кто матч не видел и завтра узнает ли сегодня там ночью счет будет удивление большой как так что случилось неужели так плохо играл ладзи или так хорошо набор на поле играл хорошо ладзи играл неважно и я думаю что петкович свой первый серьезный матч в италии тактически проиграл полностью эта тактика это не чемпионат швейцарии в одного опорного на выезде не играют это не значит что должны быть два опорных которые только обороняются вы смотрите инлер берами ну сколько они передач отдали вперед да это вопрос в том какие функции исполняет игрок и что происходит когда команда соперника владеет мячом кто работает в обороне хорошо конечно что ирнанис есть впереди но он разве помогал ли дезме работать на поступок штрафной а у напали оба центральных полузащитников да вы скажете если немножко другая схема тут 352 тут 442 но все равно 41 41 играл петкович и по сути дела ладзи эту полузащиту отрезала одним пасом и все и честное преимущество возникало у ладзи свободные у напали какие-то свободные зоны а у напали при их игровом построении два центральных полузащитника когда соперник владеет мячом оба заточена на отбор мяча но они хороши тем что и в атаке помогал короче говоря оплацию есть вопросы к напали вопросов нет к напали вопросы будет 20 числа